Люди, оправдывающие свои грехи и не желающие исправляться, часто говорят, что Христос есть любовь, подразумевая, что Господь оправдает любого грешника. Бог и вправду не спешит казнить, но продлевает времена милости, по слову апостола Павла, для покаяния. Человеку же свойственно обращать долготерпение Божие как повод в распутству, говорит откровение. Добро тихо и самодостаточно, а грех всегда ищет в себе оправдание. Ненависть к греху – это обратная сторона любви. Тот же, кто никого и ничего не любит, теплохладен и безразличен. Как написано в Откровении, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. В отличие от выдуманного, реальный Христос повелевает, требует, запрещает и спрашивает. Например, он с негодованием говорит об учении николаитов, называющих себя христианами, но живших блудно. В конце истории нас ждет не всеобщая вечеринка, а страшный суд Божий. Этот суд будет делом любви Божьей к человеку. Чистая душа и ангелы увидят его как торжество любви и правды. Описывая страшный суд в псалмах, царь Давид преисполнил радость и ликование. Наоборот, нераскаянные, озлобленные грешники будут мучиться в свете Божьей любви от собственных грехов, не найдут утешения. Как говорится об этом в откровении, цари земные, вельможи и богаты, и начальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещерах и ущельях гор и говорят горам и камням. Падите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле от гнева Агонса, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять? Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok